Ряд российских изданий Реановости, РНТВ, Правда.ру и другие сообщили, что официальный представитель ОБСЕ в Европе якобы опроверг присутствие российских военных на оккупированных территориях районов Донецкой и Луганской областей. Издания ссылаются на заявление генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Заньера, который пребывал с официальным визитом в Украине. После сообщения, что военных Российской Федерации, по словам Генсека ОБСЕ, в зоне проведения АТО нет, СМИ добавляют, что на востоке Украины присутствуют военные из других регионов, не уточнив из каких именно и что в Донбасс поступает иностранная техника и топливо. Российские издания подают цитату Ламберто Заньера «Мы продолжаем говорить, что это гибридный конфликт, и гибридный конфликт предусматривает присутствие гибридных военных. Когда меня спрашивают, присутствуют ли там российские объединения, то я с информацией наших наблюдателей говорю, что этих объединений там нет». Давайте же разберемся, о чем говорил генеральный секретарь ОБСЕ. Вначале он сказал, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии не могут подтвердить присутствие на востоке Украины Russian units. Слово units в английском может означать часть подразделения или соединения. То есть Ламберто Заньер сказал, что наблюдатели миссии ОБСЕ не фиксировали пребывания военных, которые имели бы формальные знаки различия, например, российские шевроны, нашивки. Дальше представитель ОБСЕ заявил, что наблюдатели фиксируют постоянное обновление военного снаряжения и отсутствие снижения его количества, невзирая на боевые потери воинских формирований самопровозглашенных республик. Добавило также, что топливо и амуниции тоже приходят из другого государства. И да, ОБСЕ действительно фиксируют присутствие военных из других стран, которые утверждают, что приехали как частные лица и отрицают какие-либо связи, либо официальные связи с российскими структурами, по крайней мере, когда ОБСЕ говорили с ними, сообщало информагентство Интерфакс Украина. По версии телеканала Russia Today, якобы попытка изолировать Россию привела к росту ее влияния в мире. Вот цитаты. Как отмечает американский телеканал CNN, в 2014 году в Брисбене российский лидер оказался в изоляции, но с тех пор влияние Москвы на мировой арене выросло настолько, что даже при большом желании ее невозможно игнорировать. Однако в сюжете CNN ни о каком росте влияния Москвы не говорится. Вот так это звучит в оригинале. Россия устроила возвращение на мировую сцену, превратившись в силу, которую двадцатка не может игнорировать, даже если они хотят этого. Таким образом, то, как это подает Russia Today, это манипуляция, потому что в сюжете CNN говорится в первую очередь о военной силе России, из-за которой странам двадцатки приходится с ней считаться, как с угрозой. Но это не означает увеличение влияния в позитивном смысле этого слова. Российские СМИ в очередной раз сообщили, что представители ОБСЕ якобы обстреляли. В этот раз, 11 сентября, якобы во время инспекции поселка Крутая Балка. Поводом для этой новости стало заявление представителя так называемой ДНР Эдуарда Басурина. Он добавил, что расценивает этот обстрел как попытку украинским командованием скрыть факт проникновения диверсионно-разведывательной группы и обстрелами населенного пункта. Однако отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 11 сентября эту информацию не подтверждает. В документе сообщается, что миссия проводила анализ воронок и фиксировала повреждения домов в районе Крутой Балки. Наблюдатели зафиксировали следы ударов, которые произошли недавно, но не сообщали об обстреле во время инспекции. Тогда откуда взялась история с обстрелом? Из информационного ресурса «Мой город Ясиноватая». Но на сайте говорится о том, что обстрелы велись якобы украинской стороной 10 сентября, а не 11. В то же время вооруженные силы Украины утверждают, что неуклонно придерживаются минских договоренностей. К слову, это не первый раз, как мы сталкиваемся с подобной историей. Стопфейк уже разбирал похожую новость, где украинскую сторону также обвиняли в обстреле представителей ОБСЕ. Это один из любимых приемов российских СМИ и СМИ, подконтрольных самопровозглашенным республикам. Газета «Коммерсант» сообщила, что якобы экспорт российского пива в Украину увеличился более чем в три раза. Ссылается при этом на данные российской таможенной статистики. Новость также можно найти у РБК, Вестейт, РК «Звезда» и других СМИ. Однако, такие цифры не совпадают с официальными данными Государственной службы статистики Украины. Там опровергают информацию о приросте импорта пива из России. А в Министерстве экономического развития и торговли сообщили, что за шесть месяцев 2016 года импорт пива из солода из РФ не совершался. Так что же это за история? Только дальше в тексте новости «Коммерсанта» сообщается, что поставленное пиво можно найти на прилавках магазинов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. К слову, даже в самом материале «Коммерсанта» упоминается, что названные компанией-поставщики «Очакова» и «Московская пивоваренная компания» отказались от комментариев по этому поводу. Хоть информационные ресурсы, посвященные пивному бизнесу, наоборот сообщают, что и «Очакова», и другие производители присутствуют на рынке самопровозглашенных республик. Таким образом, во-первых, своим материалом российские СМИ сообщили о контрабанде, а во-вторых, утверждая, что экспорт пива в Украину вырос, а на самом деле этот экспорт направлен только на оккупированные территории, российские СМИ и сами назвали оккупированные территории Украины. Чем они и являются? Продолжение следует...